Это очень интересный вопрос, который напрямую связан с самооценкой вообще человека. Вот, и думаю, пока не забыла, выйду-ка я в прямой эфир. Значит, так как я постоянно пишу про сайты знакомств, очень интересная тема. Девочка мне пишет, значит, сейчас под Светланин голос сладко засну. Да, готовьтесь. Кто хочет спать, у вас сейчас все получится. Ибо кричать я не могу, громко разговаривать у меня тоже там почти все спят. Да не почти, а спят уже. Значит, вопрос такой. Девушке написал мужчина, они познакомились, встретились, провели вечер, друг другу понравились, у них происходит второе свидание, он приезжает и говорит ей, «Значит так, моя дорогая, я увидела, что ты не удалилась с сайта знакомств, вот, а потому женщина с пустотой внутри мне не нужна». И моя вот подписчица мне пишет, «Светлана, как на это реагировать?» Вообще, девочки, которые мой курс проходят, знакомства, они, конечно, знают, как реагировать, потому что этот курс не только про сайты знакомств, он про мужчин, он про отношения с мужчинами, о том, какие типажи бывают, как с ними надо разговаривать и так далее. Ну и, конечно же, у вашей самооценки. Вот, очень хороший тут ответ, вот, послать его вот туда, вот я именно так и написала. Вот, ну, правда, буквки две последние в вашем слове заменила, чтобы не было так грубо. Понимаете, вот, когда вам такой мужчина пишет, это первый звонок к тому, что у мужчины очень низкая самооценка. «Кто ты такой, чтобы требовать от меня удаления с сайта знакомств?» Ну вот, кто ты такой? Ты мне что, кольцом из бриллиантов пять карат принёс? Ты меня замуж позвал? Я тебя видела без году неделя. Один раз, одно свидание. Вообще я не понимаю, нравишься ты мне, не нравишься. Хочешь, хоть буха, я вообще сама. Хочу с тобой встречаться, не хочу. «Кто ты такой, требовать от меня удаления с сайта знакомств?» Вообще, для того, чтобы удаляться с сайта знакомств, люди должны прийти, оба человека, мужчина и женщина, должны к этому прийти обоюдно. Они вместе должны решить, что всё, мы оттуда уходим, потому что нам хорошо. Сегодня мы в истории смотрели, нет, я купила детям игру, детектор лжи. Такая вообще угарная игра. В общем, мы там с мужем посмеялись, с детьми там они вообще хохотались. И ухохотались. И сегодня там был такой вопрос, который, там играешь по очереди, был задан мне. Читал мне его ребёнок. Вопрос звучал так. «Могли бы вы встречаться, могли бы вы встречаться ещё с кем-то?» Если бы, вот, блин, не помню. Короче, вот этот вопрос был задан, вот из разряда, как сегодня. Я сказала, что, конечно, да. Я сама сидела на сайтах знакомств очень много лет. Сначала просто так, потом по работе. Естественно, я встречалась и не удалялась оттуда. Понимаешь, тебе он послезавтра не понравится, а тебе заново геморрой анкету создавать, блин, фотки туда загружать. Хотя у всех сайтов есть сейчас такая опция, что ты как бы замораживаешь эту анкету, да. Но дело не в этом. Просто понятно сразу, что у мужика низкая самооценка. Нахрена он вам такой нужен? Вот вы, когда себя начнёте ценить, дорогие мои девушки, то и мужчины вам будут попадаться такие же. Вот основная масса просто огромная. Я вот позавчера как раз разбирала, у меня закончился февральский поток моих учениц. Я читала отзывы о курсе, да, о своём. И хочу сказать, что большинство отзывов связаны даже больше с благодарностью за то, что девчонки теперь наконец-то научились общаться с мужиками, и у них реально сменился контингент мужчин. Если раньше это были половые органы, то теперь это достойные хорошие мужики. Понятное дело, что да, у меня есть возможность этому обучить всего за три с половиной недели. Ну как вот такие элементарные вещи? Их же надо сразу считывать. Но если не считываете, приходите, пожалуйста. Стоит ли лететь в Эмираты в конце апреля? Да, там уже очень тепло. Когда мужчина зовёт к себе на ужин? Это показатель чего-то? Или это мужской вдруг подкатит? Когда мужчина зовёт к себе на ужин, после какого свидания? Давайте уточним, потому что ситуации бывают разные. Если вы встречаетесь с мужчиной, и, например, вы познакомились, но у вас у самой стоит цель заняться хорошим сексом, да, пожалуйста, ради бога. Я вам хочу сказать, что даже после первых таких свиданий у меня очень много есть прекрасных пар, которые вместе воспитывают детей. Вот это строить из себя девочку, там припевочку, которая ни разу не динь-динь, но, знаете, тоже немножко смешно. Вот. Но это надо всё тоже по ситуации смотреть, что вам надо, какие у вас цели. Если, как мужчины это предлагают, очень много нюансов. Мы всё это тоже разбираем на курсе. Привет, Казахстан. Про Эмираты имею в виду. Сейчас в связи с вирусом. Вообще моё мнение такое. Я вчера получила одно голосовое сообщение от своей знакомой, которое получили вчера очень многие в Москве. Причём такое, что моя дорогая подруга, вот сейчас от всех всё скрывают. И вот 20 тысяч человек уже вот заболели. Сегодня в новостях началось расследование нашим следственным комитетом. И я уверена, что найдут зачинщика, кто вообще всё это рассылает. Потому что это совершенная ложь. И вот эта паника, которая сейчас наводится, девочки, ну это просто кошмар, правда. Ну каждый год какая-то херня. То свиной гриб, то собачий, то говнячий. Мы уже надоели с этой паникой. Ну да, есть вирус, но найдут то, что лечит. И каждый год от гриппа умирает в мире огромное количество человек. От гриппа, от обычного гриппа. Короче, я на эту панику на всю не поддаюсь. И гречку с водой не бегу покупать в магазинах. Эмираты всю жизнь были рассадником всех самых инфекций, какие только можно придумать. Я сегодня, представляете, в связи с тем, что у меня была презентация книги и банк идей я готовила. Я, видимо, так умоталась за это время. У меня были такие долгие бессонные ночи, что сейчас, несмотря на то, что мне надо доделать ещё один мой проект, я просто проводила сегодня всех. И меня в 10 утра начало клонить ко сну. Думаю, сейчас полежу, прям часика-полтора, потому что много работы, еле дождалась курьера. Просто выползала к нему. И легла я спать где-то в 10-15 утра. Друзья, открываю глаза. Время 3.30. Я открыла ватсап, там просто у меня просто 1200 сообщений, блин, миллион 500 чатов, что-то там все с восклицательными знаками. Я, короче, его быстро закрыла ватсап, как будто я ещё сплю. Вот. И думаю, ну надо же, вот неужели я выспалась? Выспалась и поехала сегодня на презентацию вообще мега крутых лофтов. Это просто... Если не смотрели мои сторис, посмотрите, я там сегодня уржалась. Это самая крутая презентация. Я сегодня даже Олесе сказала, говорю, ты даже перещеголяла мою Матильду. Вот. Кто ещё не знает, кто такая Матильда? Я смеялась, потому что, когда ввёлся прямой эфир с моей презентации, подключились какие-то посторонние люди, которые не знают меня и вообще мои способности творческие и актёрские. И начали писать, что это вообще какой-то трындец, если уж такие авторы пишут книги, то что можно вообще говорить о нашей типографии? Я понимала, что люди не узнали меня, что это была специальная театральная постановка, что это была героиня, ну я в роли Матильды, антиэтикет. Если вы ещё не видели, посмотрите, пожалуйста. Я вчера выкладывала потрясающую совершенно... Мне смонтировали видео с презентацией, мой выход в роли Матильды, когда я распихивала просто людей в зале, вот, и говорила, вашу мать, вы что-то все встали, на меня оборачивались, вы что, говорит, девушка, охренели? Я к одной повернулась, говорю, сама охренела. Потом я понимаю, что до них начинает доходить, что это я, начинается просто по залу. Просто все начинают хохотать. Папа с мамой вообще вот с такими глазами, никто не знал, что я ушла переодеваться и выползу перед ними в таком образе. Я ещё там семечки плевала, сидела на сцене. Ну, было очень круто. В общем, я реализовала то, что я хотела. Меня спрашивали, кто это всё придумал. Придумываю всегда всё себе, сама я. Вот, все сюрпризы организую всегда я. Всё, что связано со мной, с моими друзьями, это всё только мои задумки. Вот, так что, если вы ещё не смотрели, то welcome. Так, кто ещё не знает про банк идей, висит в шапке профиля ссылка. Друзья, переходите. Это мой мега-крутой проект, который я создала. Создавала последний год. Я там собрала самые креативные идеи, подарков. И я вас уверяю, что без меня вы их вообще нигде не найдёте. Я там чисто информационный ресурс. Вот. И мы потратили ещё месяца три на то, чтобы поставить туда активные ссылки, чтобы вы находили. Вот, допустим, вы видите подарок, убегающий будильник, да? И вы сразу нажимаете кнопочку «Купить» и попадаете на сайт продавца, кто продаёт эти вещи. Вот. Я, например, на 1 апреля буду дарить туалетную бумагу с анекдотами своим друзьям. Вообще, кто туда попал, уже в мой банк идей, очень много никак... Не могу найти пока времени опубликовать отзывы. Ребят, которые уже там, пишут мне с благодарностями, что реально там очень крутые подарки. Потому что цель этого проекта была сделать так, чтобы человек, получив подарок от вас, у него были круглые глаза, и он ваш подарок никогда не мог забыть. Потому что бесполезные подарки, они у многих лежат дома, вы их потом передариваете, либо вообще не знаете, что подарите, дарите какую-то баналищину, там, да, ещё что-то. Поэтому приходите, пожалуйста, в мой банк идей. Ссылка в шапке профиля. Очень крутой проект получился, и я очень-очень им горжусь. Так, почитаю вопросы. Моя дочерь знакомая посоветовала не знакомиться через интернет. Моя дочерь знакомая, крутой метафизик, посоветовала не знакомиться через интернет. Как поступить? Понимаете, у каждого человека есть свой опыт. Да, но я всегда отношусь к категории людей, которые никого никогда не слушают. Для того, чтобы уйти на сайт знакомств, надо быть к этому подготовленной. Если ты просто туда пойдёшь, не зная ничего, то ты получишь пару половых органов и скажешь, сайты знакомств – это говно. Но если ты приходишь туда подготовленный, ты получаешь в качестве приза хорошего мужика. Так было со мной, мой муж оттуда, так было с большинством моих подруг, так сейчас с огромным потоком моих учениц. Мой курс прошли уже более 10 тысяч человек. Поэтому у меня уже и ляльки с курса есть, и свадьбы, и я периодически всё это выкладываю. Как поступать? Подарить дочери курс. Хуже точно не будет. Большое спасибо, девочки. Благодарю вас, приобрела банк идей. Ксения, спасибо, очень мне приятно. Я просто точно знаю, что люди, которые туда попадают, они просто потом визжат от восторга. Мы вот даже сейчас на день, на 8 марта, учителям там нашли просто роскошные подарки. Я и моя девочка вот в классе у Лёли, мама одна, тоже туда зашла, шикарные подарки нашли. Так что, пожалуйста, приходите. Плохо я делать не умею. Все подарки я отбирала там сама. Никакой банальщины в виде ассорти из чая. Вот. Всё очень необычно, всё очень креативно. И моя подруга Полина тоже, когда туда зашла, она говорит, я три часа уже ничем не занимаюсь, и сижу в твоих 60 там категориях, потому что абсолютно в каждой категории вы можете найти подарок. Абсолютно в каждой. Особенно самая большая проблема, что подарить мужчине или человеку, у которого всё есть. Ну, понимаете, да? То есть я просто реально этим заморочилась. Я сделала продукт, который нужен мне. Вот. Ну, и подумала, что я буду. Надо со всеми поделиться. Светик, скажи, пожалуйста, девушка должна быть девственницей или можно девственницей? Вообще вопрос специфический. Смотря в какой стране вы живёте, какие у вас порядки, какие законы, из какого города. Мне сложно сказать. Мне кажется, что мы сейчас живём в такое время, когда вообще даже сейчас молодое поколение начинает развиваться очень рано. Мне вообще кажется, что сейчас дети уже 16-17 лет занимаются сексом. Вот. Ну, это очень сложно принять. Мне как маме двоих детей, но тем не менее. Я, например, не буду своего ребёнка заставлять замуж выходить девственницей. Мне кажется, это как-то немного странновато. Вот. Если бы мы жили на Кавказе или вот у меня, допустим, подруги в Чечне живут, там совершенно другие порядки. Это культура. Вот. Но у нас такого нет. Пила ли я сегодня водку? Это был вообще угар. Я когда села в этот вагон, он мне налил пол рюмочки. Я была уверена, что там вода. Он говорит, ну, давай залпом. Я говорю, ну, давай. Ну, думаю, сейчас водичку. Девочки, как я её хлебанула. Я говорю, огурец. Говорю, дай, что там у тебя есть. Вот. Так они меня сегодня разыграли. Кошка Матильда такая же. Понятно. Тоже с очками на голове, что ли, ходит. Общаемся три месяца по переписке. Нам интересно друг с другом. Но так и не зовёт никуда. Такой впервые. Почему? Потому что вам надо на мой видеокурс. Я про ваш случай там очень подробно всё рассказываю. Потому что ваш мужчина либо женатый, либо он сидит в тюрьме. В общем, вариантов масса. Приходите, пожалуйста. Я очень подробно про всё рассказываю. Вы три месяца слили в унитаз. Вот. Ну, это я так. Если коротко. Где посмотреть видео? Видео у меня есть пост. Пост в ленте. Посмотрите, я там в красных лосинах. Мой предзаказ книги уже отправляют. Ну, видите, как прекрасно. Они просто все ждали официальной презентации. Книга будет. И в Казахстане огромная там сеть. Не помню, как она называется. Сеть книжная. И будет в Москве и в интернет-магазинах. И читай город, и библиоглобус, и молодая гвардия, и дом книги. Я напишу скоро пост, где можно будет купить книгу. Банк идеи – это супер. Настя, спасибо большое. Очень приятно. Да, у меня, правда, все мои проекты, они очень отличаются вообще от того, что делает блогер. Я говорю, потому что я не человек денег, я человек идейный. И когда ты делаешь продукт для себя, он всегда получается очень крутой. Цели у всех людей разные, понимаете. У кого-то цель – срубить деньги, а у кого-то цель – сделать крутой продукт. Поэтому мы все очень отличаемся. Где мы эти льду глянут? Сказала в посте. В моей ленте уже есть пост. Подскажите, что делать? Моему мужчине приходит сообщение от директора женщины в вечернее время. На мой вопрос, о чем переписка, отвечает по работе. На мою просьбу дать почитать, скрывает. Инна, у меня вопрос. Вы с этим мужчиной встречаетесь или сожительствуете? Тут тоже очень много важных нюансов. Если мужчина скрывает, значит, ему есть что скрывать. Не стройте воздушных замков. Либо он встречается с этим директором, либо вы на всякий случай как запасной аэродром. Я бы эту ситуацию как-то бы прояснила. Вы можете, конечно, тайком взять телефон, но вы должны быть готовы к тому, что вы увидите то, что вам очень сильно не понравится. Когда нечего скрывать, человек берет и говорит, начитай. Матильду специально позвали. Ну, Матильда, это была я. Она сама пришла. Про коронавирус сказала. Никак не реагирую. Очередная паника. Я тоже в вашем банке. Мне очень нравится. Спасибо, девочки. Сейчас дослушаю эфир. Куплю банк идей. Девчонки, приходите. Ну, это правда мега крутой проект. Вот я знаю, что вы, каждый из вас, будете меня за него просто благодарить, как говорит моя подруга, бью кокошником о пол за то, что есть такой вообще крутейший продукт. Поэтому, пожалуйста, welcome, приходите. Все, как говорится, для вас. Это самое удобное, что я могла придумать. Как вам новая уходовая косметика? Вы пробианист? Так она не новая. Я ей уже третий год, наверное. Но года два я точно с ними. Умывалка у меня уже, наверное, тюбик пятый. Этот лосьон у меня. Сейчас вот третья будет уже упаковка. Я купила только этот гель новый, который, как он называется-то, господи, гидрофильный гель. Но я вам честно скажу, у меня еще не дошли до него руки, потому что мы прилетели из Дубая. У меня была подготовка к презентации, мне просто было не до него. Вот распакую, попробую, расскажу. Как вы так много всего успеваете, если помощники в доме с хозяйством и с детьми? Татьяна, у меня приходит из помощников только домработница один раз в неделю. Много успеваю. У меня грамотный тайм-менеджмент. Я сама себе его выстроила на моем курсе «Совершенная женщина», который, я надеюсь, запущу хотя бы в конце марта. Стала встречаться с мужчиной с сайта знакомств. Он сказал, пора удаляться. Не сразу, но удалилась. А потом зарегистрировалась под другим фото. Стала ему писать, и он стал знакомиться дальше. Оль, а когда вот он сказал вам, что пора удаляться, он как будто бы тоже удалился. Я вообще такие проверки иногда допускаю. Если вы интуитивно не доверяете человеку, интуицию свою надо слушать. Ну а раз стал знакомиться дальше, значит и шлите его как можно дальше. Есть очень хорошая книга. Я ее рекомендую всем женщинам прочитать, которые особенно не замужем. Книга называется «Вы просто ему не нравитесь». Если вы будете ее читать и будете еще больше понимать, еще лучше психологию мужчины, у вас не будет надежд, которую вы возлагаете, потому что вы будете четко понимать, что есть определенные действия мужчин, и они обозначают, что вы просто ему не нравитесь. Только что купила доступ в банк идеи. Спасибо. И вам большое спасибо. Поздравляю. Проекты огонь. Большое спасибо, девчонки. Спасибо. Читаю. Книгу можно купить. Напишу пост. Уже сказала где. А если мне 54, есть ли шанс познакомиться с мужчиной? Ну, Людмила, конечно, есть. Но о чем вообще вопрос? У меня ученица самая взрослая была, 67 лет. Она уехала в Америку к мужчине и прекрасно себе живут. И шанс есть всегда. Вопрос в том, как к этому шансу отнесетесь вы, как вы себя чувствуете, готовы ли вы знакомиться с мужчинами. Что женщина отправляет, что она посылает, то она и получает в ответ. Вы должны четко знать, кого вы хотите найти. Вот у меня на видеокурсе есть одно огромное домашнее задание, называется «Портрет мужчины». Там очень много вопросов. И девчонки, отвечая вдумчиво на эти вопросы, получают портрет своего мужчины. И вы не поверите, они его и находят. Вот до самых мелочей, вот реально, вот до деталей просто. Вот даже одна прописала «Хочу военного», вот так военного и встретила. Патрунга была на свидании вчера. Первое свидание за это время только кофе. Я бы пыталась сказать свое мнение. Завтра собирается встретиться опять. Послушайте, ну а какое мнение? Вы считаете, что мужчина вас должен сразу по ресторанам таскать, что ли? Я вот не пойму. Вот представьте, он как его в поиске. Он встречается на неделе с четырьмя, с пятью женщинами. Но он что, должен каждый водить по ресторанам? Я, например, прекрасно отношусь к варианту попить кофе. И не считаю это чем-то там зазорным. Если люди попили кофе, и все им понравилось, то можно встретиться в следующий раз. И вот когда, если и второй раз будет кофе, и третий, это, конечно, уже повод задуматься. Привет! Поздравляю с выпуском книги. Не смогла прийти, к сожалению. Я на таких случаях всегда говорю, что все, кто хотел, все пришли. На презентации была Наташа Зубарева. Да, и Зубарева была, и Митрошкина была, Ира, и Катя Климова. И были все мои друзья, знакомые. И все, кто меня очень любит и хотел прийти, все пришли. Спасибо, девчонки. Хочу в банк идей. Так, пожалуйста, девочки, вход в банк идей стоит 499 рублей. Это в кофемании один стаканчик латте. Вы платите один раз, пользуйтесь всегда. Один стакан латте. Я сделала специальный вход такой, чтобы он был доступен абсолютно каждому человеку, каждому. Подарки абсолютно на любой вкус и кошелек. И от 100 рублей, и до 200 рублей можно купить шикарный оригинальный подарок. Если вы подарите человеку на 1 апреля туалетную бумагу с анекдотами, я вас уверяю, он будет просто так смеяться все время, сидя в туалете. Я буду вспоминать вас. Это очень прикольно на 1 апреля подарить такой подарок. Или есть у меня, например, такой подарок классный. Будильник, который заваривает кофе. Или аромабудильник. В общем, очень много, очень много всего интересного. Если вы уже там, обязательно загляните в категорию «У меня классная категория». Они все хорошие, я даже никакую одну выделить не могу. Кстати, если вы из Москвы, обязательно смотрите категорию «Куда пойти взрослым». Я столько нашла крутых мест, про которые вы даже не слышали. Вы будете в восторге. На год вперед распишите себе все планы. Загляните в категорию «Бьюти подарки». Загляните обязательно в категорию «Необычные подарки», «Креативные подарки», «Подарки для настроения». Это все отдельные категории, девочки. Понимаете, да? В каждой категории еще там подарки, подарки, подарки. Очень классное там и на новоселье, и когда в гости идешь. И, ну, в общем, много-много-много всего очень интересного. И еще классный такой подарок. Я сейчас вот буду, куплю сыну кружка, которая… Когда вы налили, например, кофе, сыпанули туда сахар, там, сливочки добавили, кокосовое молоко, нажимаете на кружке кнопку, и она сама все перемешивает. Ну, вот вы где-нибудь видели такие подарки? Вот не видели. Потом там есть у меня специальный подарок, чтобы засыпать лучше. Подарки для здоровья очень крутые. Скакалка, которая сама считает, сколько вы прыжков сделали. Банка, копилка, когда бросаешь монетку, она сама ведет счет. Ну, в общем, я не могу вам перечислить все тысячу там 200 подарков, но, поверьте, они все просто наикрутейшие. Обязательно, так как я люблю пожрать, Господи, как и вся моя семья, особое удовольствие мне доставила категория «Вкусные подарки». Боже, я там такие боксы подобрала. Это просто сказка. Я нашла таких талантливых людей, которые, вот даже мужчине, я вот когда этим не занималась, да, я даже не могла найти, вот кто это делает хорошо. Вы представляете вообще, какую работу я провернула, чтобы создать этот проект? Он просто уникальный. Есть куча сервисов. Вот заходишь в подарок, блин, а сорти чаев, ну и что дальше? Что интересного-то? Ну, зайдите вон в кофейную кантату, ну, купите сорти чаев. Что интересного в этом подарке? Ну, вот что? Какая подача его? Что в нем интересного? Подарок должен быть такой, чтобы вы подарили человеку, а у него глаза вот такие, горят все. И он вам говорит, блин, это же просто вообще огонь. Где ты это нашел? Вот какой должен быть эффект от подарка. А не так, что деньги в конверт положили, блин, ну, пошел, трусы себе купил и забыл вообще, от кого они были. А потом их выкинул через какое-то время за ненадобностью. Если вспомню, сейчас все что-нибудь интересного еще расскажу. Люда, привет, моя дорогая. Спасибо большое. Когда-нибудь увидимся, господи, наверное, уже зимой в том же месте, где мы были. Если мужчина по сайту знакомств пишет просто привет, стоит ли отвечать? Стоит. А вообще стоит пройти мой видеокурс и не задавать мне все эти вопросы. Я абсолютно все вопросы, которые есть у вас, я на все ваши вопросы там отвечаю. Все, кто прошел мой видеокурс, говорят, что это самый шикарный продукт и самый результативный из всех, которые есть вообще в принципе на рынке. Вот. Так что, пожалуйста, welcome. Про книгу напишу пост, где ее купить. Спасибо, девчонки. Читаю. Как попасть в банк идей по ссылке в шапке профиля. У меня висит активная ссылка. Какой проект? Я рассказываю про банк идей, друзья. Я... Понимаете, в чем дело? Я пока не понимаю, как это сделать технически. Дело в том, что вот когда вы только нажимаете на вход в банк идей, у вас сразу вырисовывается, что вы должны купить доступ. И я понимаю, что многие люди не смотрят сторизы, да, хотя у меня и пост был, и сторизы, да. И возможно, я буду переделывать лендинг, потому что человек должен покупать, покупать, говорю, он должен знать, что он покупает. Вот одно дело, хорошо, я вам вот сейчас здесь рассказала, вы уже поняли, да, что вот офигенный классный продукт. А люди новые, которые туда заходят, вот как объяснить человеку, за что он платит, 499 рублей. В общем, мы сейчас будем делать топлинк, где будут ссылки на все мои проекты. То есть вы будете заходить по ссылке и видеть, что книгу купить там, там, здесь. А, кстати, что-то я вот этот вот момент-то не продумала про книгу. А куда отправлять ее покупать-то? На лабиринт, что ли? Ну, короче, книгу купить здесь, банк идти здесь, и там я подгружу, наверное, видеоролики, чтобы было хотя бы понятно, как и что. Добрый вечер. Мне очень понравился ваш стих. Посмотрите в глаза родителям, только прошу внимательно. Можно я его прочитаю в своем аккаунте и на конференции вставлю в слайды? Да, пожалуйста. Конечно, можно, берите. Совсем не жалко. Сколько стоит банк идти? 499 рублей. У нас с мужем кризисный период. Не слышим друг друга никак. Что делать? Все идет медленно, но верно к разводу. Смотря в чем проблема этого кризиса. У всех кризисы разные, и ситуации кризисов разные. В чем это отсутствие секса, отсутствие внимания. Или вы его не слышите, и он вас тоже. Или, может быть, вы много времени проводите в телефоне и не общаетесь со своей семьей. Тут надо понимать исток. Нужно сесть и поговорить, что, мой дорогой, я тебя очень люблю, я не хочу разрушать нашу семью. Скажи, пожалуйста, что тебя не устраивает. Как вариант, еще бывает такое, что у мужчины или у женщины появляется на стороне другой человек, и тогда тот человек, который с тобой рядом, он начинает тебя раздражать. И все, что ты не делаешь, все это вызывает раздражение. Тут надо разбираться именно в причинах, почему все идет к разводу. Я так вот вам, конечно, сходу не отвечу, потому что я этого не знаю. «Книга супер, ржем с мужем второй день». Спасибо, Юль. У меня папа вчера, мама говорит, он ржал вчера на весь аэропорт. Они вчера улетали, она мне прислала фотографию. Мой золотой сидит в очочках, читает книгу. Но я выставляла сегодня немножко нашей личной переписки, поделилась с вами. Жал, жалею, что не купила несколько. Воспитателя бы в сад отнесла Юля, а она уже продается на лабиринте. К 8 марта, конечно, не знаю, успеют отгрузить. Нет, думаю, что нет, но тем не менее можно подарить и на 1 апреля, и на какой-нибудь еще праздник. А можно подарить просто без праздника. Все, когда читают эту книгу, все смеются. И согласитесь, что когда ты подаешь этикет через юмор, это всегда запоминается намного быстрее. Очень хочется, чтобы вы все дарили друзьям эту книгу. Чтобы вы понимали, я повторюсь, автор на этой книге не зарабатывает ничего. Это я сделала только для своего имиджа. Я очень хотела, чтобы люди стали образованнее. На мне очень хорошо заработало издательство, а автор вот такой кукиш с маслом. Более того, все расходы на свою презентацию несла тоже я, начиная от видеографа, заканчивая шарами. Всем, что было на презентации, все оплачивала лично я сама. Вот так у нас издательство поддерживает авторов хороших книг. Но, тем не менее, книга получилась просто шикарной, поэтому дарите. Такую книгу, правда, не стыдно подарить, потому что, опять же, это тот подарок, который вызовет эмоции. Так, не могу найти книгу в продаже. И подождите немножко, она скоро везде появится. Сейчас она есть пока на лабиринте. Только сегодня отгружали многим магазинам. Чуть-чуть подождать надо. Да, тоже только купила банк идей, очень интересно. Ну, классно, я очень рада. Про банк идей ответила. Так, моя малышка тут, Крестюша, мой стилист. Ой, стилист, малышка. Ну, видишь, тебе осталось только на стилиста выучиться. Мой визажист. Ну да, вообще стилист по прическам и по мейку. Все правильно я сказала. Привет, детка. Хочется посмотреть полную презентацию вашей книги. Если мне удастся, мне сейчас ее монтируют, монтируют, потому что, ну, не прям полную, не час. Она там шла не часа, а два часа. Смонтируют ее в большой ролик. Я его, может быть, подгружу на YouTube и выложу по ссылке. Постараюсь сделать обязательно. Так, сейчас отмотаю. Аида, привет, спасибо большое. Погоня за павлинами в банке есть. В банке идей да нет. Надо ролик мне это тоже выложить. Я ржала так, когда за этим павлином бежала. Я просто хотела посмотреть, как он, убегая от меня, будет лавировать своим длинным хвостом. Он так быстро бегает. Вообще, я хотела, чтобы он взлетел, потому что мне сказали, что они летают. В общем, Greenpeace ничего не написал мне в директ. Ну, и мне кажется, если я выложу пост, то Greenpeace прискачет и скажет, что я издевалась над бедной птицей. А мне до сих пор так смешно. Как мы за ним бегали-то вообще. Не знаю, это было очень запоминающееся мероприятие. Сколько категорий. Хочу об анимент. Приходите. Я слышала, что только платный сайт может привести к реальному желаемому результату. Бесплатные потери времени. Как вы считаете? Оля, я так не считаю. Приходите на мой видеокурс. Я рассказываю там и про платные, и про бесплатные. И что с ними делать, чтобы это было эффективно и там, и там. Я вот тоже обожаю делать подарки. Гораздо больше, чем их получать, потому что, когда я готовлю подарок, я уже понимаю реакцию человека. Какая она будет, ведь эмоции – это самое дорогое, что вот можно подарить, да. И вот представьте, там человек открывает ваш подарок и просто вот, и говорит, пипец, ты где это нашла? Или я об этом просто мечтал, допустим, да. И там есть нужные вещи. Вот прям реально нужные. Вот, например, смотрите. Когда-то лет 8 назад я купила, вот, например, я бросаю где-то машину, или мне надо вот забежать на одну минуту, но я перегораживаю кому-то дорогу. У меня под стеклом лежит старая, древняя пластиковая хрень, от которой уже отвалились две цифры, номера моего телефона. Я уже их там ручкой накорябала. И я для банка идей нашла штуку, которую можно вот просто мужчине своему подарить просто так, металлическая, такая стильная. На ней как код набираются номер телефона, кладёшь его под стекло машины, и если ты перекрыла кому-то дорогу, человек посмотрел, а у тебя под стеклом номер лежит. Это такая полезная вещь. Просто вы не представляете. Вот я как автолюбитель, как водитель, я вам об этом сообщаю, что это очень важно. Что можно подарить девочкам-двойняшкам на 18-летие? Татьяна, ну вот вы зайдите в мой банк идей. Вот понимаете, я создавала продукт целый год. Да, вот вы же можете зайти, потратить своё время и поискать сами. Я уверена, что вы найдёте, потому что у меня есть отдельная категория для девочек и мальчиков. От нуля до трёх лет, от трёх до шести, от шести до десяти, от десяти до пятнадцати, от пятнадцати до восемнадцати и дальше. В каждой категории есть подарки. Поэтому, если вы туда зайдёте, вы обязательно подберёте подарок на 18-летие девчонкам. Обязательно. Можно и в бьюти-категорию зайти, и в нескучные подарки, и в интересные подарки. Больше 60 категорий. Вы меня слышите? Вообще нет, чего я говорю. Вы вообще с себя снимете все свои головные боли. Я была на курсе по сайтам знакомств. Действительно, ответы на все вопросы и разборы. Спасибо. Клански как относитесь? Я даже не знаю, кто это. А ваше мнение о смертельной вечеринке блогеров? Ну, кучка идиотов. Я не знаю, что ещё сказать. Ну, что я могу сказать? Я начала вчера смотреть прямой эфир, включила и переключила. Даже смотреть не хочу. Очень жаль, что такой исход. Но я считаю, что человек-фармацевт, который пишет про разборы лекарств на своей странице, это вообще недопустимое. То ли они дипломы все покупают, я не понимаю. Вообще страшно в наше время к таким фармацевтам-то попадать. И вот эти вот отмазки, что она прям вот не знала. Ты когда увидела этот сухой лёд, какого хрена ты стояла там, снимала на телефон и дала всем прыгать? Я, ну, как бы у меня мнение своё. И, в общем, всё понятно и так. Только что один блогер плакал на взрыв в прямом эфире из-за того, что стало мало лайков. Ну, я плакать из-за этого не собираюсь. Это точно. И вообще, мне кажется, что в моей книге затронута тема этикета в социальных сетях. Это дело каждого человека. Понимаете, ставить лайк или не ставить. Конечно, есть этикет. Для вас человек пишет пост, вы читаете, развлекаетесь. И лайк — это большое спасибо. Лайк — это приветствие. Но у нас люди очень много крайне невоспитанных людей. Поэтому постоянно вот это клянчить лайки, я просто не вижу смысла. Кому ей интересно, тот и так меня читает, тот пишет комментарии постоянно. Я в комментариях всегда отвечаю. Поэтому я, конечно, радать-то точно из-за этого не буду. Будет ли пополняться банк идей? Обязательно, обязательно. Ежемесячно он будет пополняться. Подскажите, какие курсы вам больше всего откликнулись по повышению самооценки? Знаете, что я вам скажу? Я вам так скажу. Я сейчас делаю свой небольшой курс по самооценке. Вот. И он у меня будет с огромной практикой. И я надеюсь, что я в ближайшее время его тоже запущу. Я сейчас работаю над этим проектом. И я не психолог, но я вас уверяю, что мой продукт, он будет круче, чем у любого психолога. И я его обязательно анонсирую. О чем Милка плакала? Расскажите. Я не смотрела ее прямой эфир. Будет ли презентация в Питере? Будет. Только мне еще дату не подтвердили. Я у вас новичок. О какой книге идет речь? Речь идет о книге, которая называется «Нескучный этикет». Мужчина требует установить приложение местонахождения, где я нахожусь. То есть хочет прослеживать меня. Как вы к этому относитесь? Поводов для ревности не даю. Я считаю, что от такого мужчины нужно скакать, бежать, роняя тапки. Сейчас он просит установить местонахождение, а потом он может начать вас поколачивать, если вдруг вам позвонит мужчина с какой-нибудь горячей линией. По мне так это паранойя. А с параноиками нехрен водиться. Так, читаю. В Киеве. Ой, вот вы знаете, меня просто наше вообще вот правительство вот просто удивляет. Сегодня я разговаривала с Эстой. Я говорю, слушайте, у меня столько подписчиков из Киева. Вообще вот на украинской территории. Они мне говорят, запрещено продавать там книги на русском языке. Если только какое-то ваше издательство возьмется перевести мою книгу на украинский язык, только тогда она имеет право появиться в книжном магазине. Либо это магазины, которые торгуют по-пиратски книгами. То есть они закупят мою книгу и каким-то образом привезут ее туда. Такой бред! Как они уже достали мериться своими письками. Ну, это просто невозможно. Почему страдаем-то мы нормальные люди, которые хотят общаться? Мне вообще насрать. Киев, не Киев, блин. Минск, не Минск. Какая разница? Все обычные живые люди. Почему вот люди должны, интересно, страдать, блин? То не купи, это не привези. Ну, вообще бред. Просто бред. Банк идей – это проект с подарками. Павлина в ленту. Поняла. Отвечаю на вопрос. Алла спрашивает, почему автор не получает денег? 10% от стоимости тиража хотя бы. Почему нет? Алл, правильно ты все говоришь. Больше 10% от стоимости получает автор. Но. Есть одно очень большое жирное но. Автор получает 10% от себестоимости книги. А себестоимость книги – 70 рублей. То есть я, как автор, с одной книги зарабатываю 7 рублей. Короче, Света называется ни в чем себе не отказывай. Это даже, блин, на трусы лаперла не хватит, понимаешь, если я буду год продавать эти книги. Муж не хочет из-за канавируса улететь в Дубае. Вы считаете опасным? Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Ни о ком больше, никакие сборы я не публикую. Я об этом писала пост и рассказала, почему, в чем причина. Про Украину ответила, будет ли там книга. Как проходит ваш день? Расскажите, пожалуйста. Я работаю все время, вот так он у меня и проходит. Работаю, параллельно какие-то домашние дела делаю. Могу иногда в ванной полежать, масочку нанести. А что после того, как мы заплатим за доступ? Открывается магазин. Какой магазин? Девчонки, ну что вы не слушаете? Я вот прям не хочу ничего повторять. Вы платите за доступ в банк идей. Какой магазин? Это информационный ресурс. Вы сразу попадаете, вот вы заплатили, вам сразу открывается доступ. Ко всем 60 категориям и 1200 подарков. Выбираете и в каждой категории, вот вам понравился какой-то подарок, вы сразу там видите кнопочку «Купить». Вы нажимаете на эту кнопку «Купить» и сразу попадаете на сайт продавца. И, пожалуйста, покупайте себе там, что хотите. Я информационный ресурс. Я для вашего удобства сделала кнопочки «Купить», чтобы вы покупали все у магазинов, кому принадлежат эти подарки. Я эти подарки не продаю. Я к ним не имею никакого отношения вообще. Что вам помогло? Спасибо. 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 Лабиринт, по-моему, начал отправки. Большое спасибо. Душевных профилей я нашла вас недавно, очень рада. Спасибо. Жду в Питере. В субботу, наконец, забираю вашу книгу. Ну вот, значит, книги уже отправляются. И это классно. Сколько стоит книга? Я не знаю. Каждый магазин устанавливает свою цену. Понятия не имею. Я как автор только ее в АСТ сдала рукопись, и АСТ ее напечатала. Ну вот, понимаете, значит, эти книги были закуплены до того, покупать украинские магазины книги. Не могут. Не знаю, как так. Не понимаю. Завтра задам вам еще раз этот вопрос. Девочки, вижу, что вы пишете, что много книг на русском. Я задам вам... Так, очень... Я отлистаю ее уже где-то очень далеко. Сейчас, чтобы поотвечать на ваши вопросы. Было дело, от вас отписалось. Теперь с вами еще поменяла отношение к вам. Вы умничка. Всего-всего. Да, Светлана, так бывает, что люди от меня отписываются, а потом возвращаются. Потому что иногда я говорю какие-то вещи, которые могут вас ранить. И человек, не хотя услышать то, что это его коснулось, ему же проще сказать, что оппонент его не очень умный. И такое часто бывает, потому что я в директ получаю такие письма. Что вот, Светлана, вот я вас прослушала прямой эфир, вот вы меня так задели. А потом я посидела, подумала и вернулась, поняла, что вы были правы. Поэтому, чтобы полюбить блогера, надо немножко за ним понаблюдать, посмотреть его сторизы и понять, кто он, про что он и о чем он. В США запатентовали искусственный ген, заменяющий отсутствующий СМА. Теперь извлечим, просто цена 2 миллиона долларов. Ань, ну вот мои друзья такую сумму и собирали по всему миру. И лежит девочка теперь на искусственной вентиляции лёгких. Ну давайте посмотрим, может быть, кому-то ещё 2 миллиона долларов соберут. Может, кому-то и поможет. Дело в том, что спинальная мышечная атрофея бывает разных степеней. У моих друзей спинальная мышечная атрофея первой степени. Это самая сильная, серьёзная степень или стадия. Сколько вам лет? Мне будет 39. Стоит ли брать робот-пылесос? Да, стоит. Это классная очень вещь. Но надо понимать, что эта уборка достаточно поверхностная. То есть это не такой несерьёзный пылесос, который вот прям ковры там пылесосит. Очень круто. Это вот крошки собрать. Если кошка у вас есть, то он очень хорош. Скажите, пожалуйста, банк иди только для россиян. Да почему только для россиян-то, я не пойму. Во всех магазинах есть всегда доставки по всему миру. Конечно, не только для россиян. Хоть для кого? Так. В Питере живую встречу сделаем. Лёльке привет от большой фанатки. Поддерживаю ли я курс Мила Левчук? Вообще не понимаю, о чём идёт речь, о каком курсе. Мои дорогие друзья, я, оказывается, с вами тряплюсь уже целый час. Осталось 1 минуту 33, и я от вас отключусь. А потому, а потому я всем желаю спокойной ночи. Что за книга у меня в профиле? Всё написано, поищите пост. Что за банк идей? Ссылка в шапке профиля. Поищите пост, где я подробно рассказываю, что такое банк идей. Я вот так сижу на фотке с лимонами. Очень яркая фотография. Что такое мой курс «Любовь в сети»? Это курс «Как за 3,5 недели» на сайте знакомств найти мужчину своей мечты. Я там рассказываю и про иностранные сайты, и про российские, и какие типажи мужчин. И всё-всё-всё. Через Сбербанк Онлайн, конечно, можно оплатить. Всех целую. Всем спокойной ночи. До встречи. Я была очень рада со всеми с вами сегодня поболтать. А я пошла работать. Совершенная женщина меня ждёт. Пойду я смотреть и корректировать, и редактировать уроки. И делать для вас ещё курс по самооценке. Всем пока.